Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Сабеле Адамяне и маму. Но перед тем, как я перейду к обзору, хочу сказать, что, ребята, на моем втором канале вышел прикольный обзор на Читу Сытники. Кто не знает название канала, ссылочку на обзор я закреплю в комментариях. Ну и так, вернёмся к Самвеллу. Посмотрела вот этот задорный весёлый видосик по приготовлению паштета, хотел сказать, Самвелла. Ну что я увидела? Конечно, мама тут как тут. Когда кто-то готовит ей еду, мама предпочитает стоять рядышком, контролировать процесс, так сказать, светиться в кадре. Типа я здесь вот вся на подхвате и готова. И, конечно, любую такую подобную готовку она хвалит, что бы ей не приготовили. Конечно же, здесь, я согласна, это не самую плиты простаивать и что-нибудь себе готовить. Ну а далее, ребята, я очень посмотрела и впечатлилась, как мама, наверное, хотела приготовить, я так понимаю, фламбе. А если без шуток, её стрёмно подпускать к кухне, потому что пожар девочка организует красивая просто на раз-два. То есть она льёт алкоголь на плиту и даже не обращает внимания, попала ли она, либо мимо всё-таки и на газ. Так любой и взрыв, и что угодно может произойти. То есть технику безопасности всё-таки нужно соблюдать. Но это всё тоже ничего. Так я смотрела этот видосик, в принципе, ни о чём до того момента, пока не дошли до вот этой ситуации, когда мама, оказывается, выращивала гусей на фуаргу. Конкретно на фуаргу. Я так поняла, это новый какой-то подвид гусиной печени, который ещё в Советском Союзе люди слышать не слышали, никто не слыхал. А мама уже в полную силу и мощь выращивала конкретно фуаргу. И, ребята, на какие технологии человек был готов. Мастак. Когда ещё никто даже представить не мог, как это делать, мама уже конкретно фуаргу откармливала в гусях по полной. И главное её метод. Я просто представила эту картину и думаю, вот интересно, на кого это всё рассчитано. Мама брала крупный такой вот конкретный шприц, как в кавказской пленнице, которую в опу вставляют, насыпала туда зерно и в клювы гусям представила эту картину. Ребята, вы просто представьте на секундочку, как мама через шприц проталкивала зерновые в глотки каждому гусику. Мало того, насколько сильная женщина. Гусика, скрути клюв ему, открой. И главное, да, они в этот момент, ребята, щипаться начинают, шкрябаться, да, когтями тебя царапать начинают. Маму не смущало ничто. Перед ней была поставлена задача вырастить своим любимым домочадцам вот этот деликатес в виде фуарги. Именно вот это вот всё и выращивалось. И здесь мне стало интересно. Мама, поделитесь рецептом, как вы сей деликатес готовили своим чадушкам. Там оказывается, когда ребята, люди даже предположить не могли, что такое существует. Татьяна Васильевна такой вот, знаете, нанофермер, нанодеревенский житель какой-то современный. Всё это воплощало. Но это всё тоже вот такая вот, знаете, ерунда и мелочь по сравнению с тем, что ещё оказывается у неё там какая-то благоприятная почва и климат особенный. Она умудрялась там выращивать ещё артишоки, корнишоны и, конечно же, каперсы. Мама всё это выращивала. Ребята, здесь я просто угорала. Главное, Самуэл говорит, а она поддакивает. И даже, в принципе, ей плевать, что могут не поверить. Это было и это действительно факт. Представляете, ребята, мама умудрялась везде и всюду успеть. А если без тёба, скажу так, я тоже прекрасно видела эту передачу лет 5 или 7 назад по Интеру. Либо это был Орёл или Решка, или Мир наизнанку, но суть не в этом. Показывали, опять-таки, именно гусиную ферму по производству фуагры. И там показывали технологию от корма. Мама, походу, эту передачу прокубатурила. И вот здесь решила рассказать, как она со шприца откармливала зерновыми своих гусиков, чтобы у них была увеличенная печёнка. А если без тёба, ребята, вот просто представьте на секундочку, даже если это размол, вот предположим, да, через зернодробилку пропустили зерновые, и даже если размол, возьмите и попробуйте со шприца выдавить кому-то в глотку, реально размол этой серии фантастики. Проще было уже клюв открыть, я не знаю, ложкой столовой засыпать. Но мама, как нанофермер, именно шприцом херячила. Ребята, я представила эту картину, и вот думаю, неужели нашлись те, кто в это поверил? Потому что мама совершала такие действия с гусями. Мало того, вы представьте, скрутить этого гуся, клюв открыть, вставить шприц, который мама сказала был очень большой, то есть как она клюва эти никому не порвала, не представляю. И реально пхнула, давила. Так, конечно же, может только ТВ. Ну и опять-таки, интересный момент, мне вот интересно, коль у нее такая благоприятная почва была, не выращивала ли мама по ходу, там, я не знаю, какой-нибудь дурман траву, например, или каннабис, ну а почему нет? Ведь все-таки прогрессивный был фермер. Но я так понимаю, ребята, что с того момента, как умерла бабушка, вся растительность на огороде ТВ прекратила свой активный рост. Потому что после этого мама уже ничего не вспоминает. Ну и вспоминает, конечно, только то, как она готовила своим детям есть. Это уже какой ролик по счету, она пытается всем доказать, что она готовила своим детям еду. Мне, например, абсолютно фиолетово, но факт остается фактом. У меня, например, ощущение, что она только у Самвела на канале начинает осваивать какие-то азы кулинарии. Только сейчас она начинает хоть как-то шевелиться и готовить. Но оказывается, всю жизнь мамка проготовила. Ну и опять-таки, отдельно вызвало, и у меня интерес, вот бы Татьяна Васильевна продемонстрировала, как она готовила эти деликатесы. Корнишоны, я не знаю, что она там еще у нас выращивала. Фуагру, конечно же. Интересно было посмотреть именно ее рецепты. Артишоки, каперсы, как это все у нее было в приготовлении. И вот опять-таки, если это все так легко, если так просто, почему не повторить данный опыт, эксперимент, например, на игре, там и почва есть, и Светка, которой команду дадут, будет ухаживать. Покажите мастер-класс, как вы откармливаете гусей на фуагру. И, конечно же, вот этот момент с выращиванием артишоков и каперсов очень, я думаю, будет интересно не только мне. Ну и опять-таки, в моменте приготовления паштета очень понравился момент, там где у мамы на ноги пролилось молоко, сам Вэлл взял тряпку, наклонился, протер вот эти грибастые, я не знаю, ногти с грибком. Все это, конечно, нам продемонстрировал. И после этого благополучно этими же руками продолжил готовить. Называется, всем приятного аппетита! И сразу мне стало интересно, приедет ли Коки снимать пробу с очередного шедевра Адамяна. И тут, о да, это свершилось. Коки на месте, и, конечно, этот паштет и ему преподнесли. Но все расхваливают, все нахваливают, как же вкусно сам Вэлл приготовил. Вы знаете, такое ощущение, что Татьяна Васильевна никогда в своей жизни не ела паштета или никогда его не готовила. И я смотрю, как она удивляется и поражается любым, в принципе, блюдом, да, без изысков. И у нее это вызывает неподдельный восторг. И вот действительно интересно, что же она всю свою жизнь сознательно ела. Ну и опять-таки, вот этот момент, там где все уточнили, что, Самвел уточнил, что мама говорит правду по поводу своей вот этой фуарги и, конечно, по поводу каперсов, да, вот этой ситуации с эксклюзивными, скажем так, экзотическими растениями у себя на огороде, тем, что мама чихнула. Раз мама чихнула, значит, правду говорит. Поэтому, ребята, вот видите, все это в жизни Самвела было с раннего детства. Она растила детей, приучала их к прекрасному, делала из них гурманов, растила их исключительно на вот таких изысках, о которых на тот момент никто даже не слышал и предположить не мог. А дети вот такие вот у нее выросли. Изначально, да, вот мама делала все для своих любимых чад. Ну вот так это как-то выглядит для меня. Продолжение, конечно же, следует. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok